Доброе утро! Сегодня 10 августа, суббота, и мы возвращаемся домой. Ночевали мы в Карганде. Карганда, да, такой тихий город, вот в этом доме на восьмом этаже. Сейчас наши мужчины протирают свои стекла, отмывают букашек, которых прибило на лобовое стекло. И сейчас мы отправляемся дальше, в сторону Балхаша. До Балхаша где-то километров 500, но мы планируем приехать на Балхаш, там на базу отдыха, и там переночевать, покупаться, приготовить себе еду, поболтать с друзьями, возможно. И уже воскресенье утром выдвинемся в Алмату. Выехали мы из Караганды, в сторону Балхаша. Ландшафт у нас теперь вот такой, кардинально изменился. Лесов больше нет, и их уже не будет. Все, теперь уже кругом полупустыни, это даже уже не степи, это полупустыни. Низкая растительность, кое-где заболоченные места, да, там есть камыши. Ну, в основном это вот такая безжизненная земля. Какой мемориал интересный. Интернета нет. Вот так все поменялось. С зеленого цвета краски сменились на желтый и коричневый. А что вы хотите? Конец лета, без рога. И он сейчас работает? Он сейчас будет скорее всего давать на дорогу бетон. Завод по производству бетона. Недалеко отсюда, куда мы строим атомную электростанцию, построили этот завод. Но строительство атомной электростанции заморозили. Ну вот, идем на пирс купаться. Посмотрите, какая вода прозрачная, чистая. Видно дно, водоросли, красота. А главное, это вода теплая. А там мои мужики рыбачат. Ловят рыбку. Ну что, поймал? Ты сам поймал? Да. Ух ты, какой ты молодец. А другие маленькие пусть растут. Другие маленькие пусть растут? Да. Ну-ка, ну-ка. Я двоим дам кольню. Ну, молодец. Ну, говорят же, что она осенью клюет. Ее можно солить, вялить. Ой, смотри, попалась, попалась. О, рыба. Это вобла? Да. Так а что с такой маленькой делают? Такую опускают. Вот она мне. Да, дай ему, она впустит. Отпускай. Опа. Ух, какая она шустрая. Она как шустрая убежала. Нет, она... Балхаш. Балхаш. Ну, сам Балхаш был в той стороне. А это так, заводи. Это заливы. Заливчики. Мама, она испарилась. Беги, беги. Не упади, аккуратненько. Ну, ловите рыбка большая, маленькая. Нет. Ты все у рыбы такой спугаешь. А как надо говорить? Никак. Просто ждать. Просто ждать? Да. А то ты все у рыбы просто спугаешь. Ты маленький рыбак? Большой. Ах, большой. Ты большой рыбак. А чем отличается маленький от большого рыбака? Ну, один маленький здесь не умеет. А второй большой умеет. Ну, я за большой. Да, конечно. А ты с тобой посадишь. На трубу. И прыгай сюда. И прыгай. Без меня. Отпусти маму. Все, прыгай. Прыгай. Давай, давай. Там чуть-чуть осталось. Нет. Нет. Да папа рядом. Что ты? Что ты? Что ты? Все уже. А что ты плачешь-то? Темка, ты же уже все. Все. Папа. Плыви теперь. Папа. Хотел плывить. Папа, меня улыбнили. Кому раку? Кому? К раку такому большому. К такому большому раку. Здесь нет таких больших раков. Ты что-то видел? Большого рака. Нет, не видел. Ну он же маленький по сравнению с тобой. Он по сравнению с тобой. Этот рак вообще крошка. Лови туда вас, маме, третись. Трусишка, зайка. Крош трусливый. Неправда. Это неправда, скажите. Папа прав. Я крош. Папа прав. Я крош трусливый. Не надо брызгать. Не брызгай, папу. А что я тебя сейчас не буду спасать? Потому что ты мне об лицо брызгаешь. Смотри, он сам плывет. Вперед плыви, вперед. Мимо лодок. Чего ты назад-то поплыл? Почти до берега. И развернулся. Выехали мы с Балхаша. Покупались, попрощались с хозяином базы. Половили рыбку. В общем, очень хорошо день сегодня начался. Вот сейчас приехали на АЗС. Хотим купить по хот-догу, перекусить. Чай попили мы на базе, что-то не стали обедать. Но сейчас в дороге, думаю, перекусим гриль-догами. Очень вкусные на Гелиусе гриль-доги. Ну и, в общем, двинемся дальше. Да, Артем, мы двинемся дальше. Сегодня нам предстоит проехать где-то 350-400 километров до города Алматы. А ну мы в Алматы-то не поедем, мы же живем в Каскелене. Да, а до Каскелена мы доедем. Ты рад? Да. Ты хочешь в Каскелен? Да. Ну, замечательно. Значит, мы приедем в Каскелен сегодня обязательно. Участок дороги с Балхаша-Далматы. Уже сделали новую дорогу, причем сразу две полосы и туда, и обратно. Поехали до Базуя и увидели, что тут продают вкусные дыньки. Вот такие красивые. Вау! Спасибо! Ой, какая красота! Ммм, сладкий какой! А вот это красно-мясо и дынечка. Вот она. Не, давай это, возьмем арбузиков. Парочку и дынек. А на рюшку попробуйте. С праздником! С праздником! С праздником! С праздником! Здравствуйте! Вам арбузы или дынки? Я с ним. Ммм! Пиши, пиши. Угу. Попробуйте. Хоть вкусные дынки. С праздником! А праздник какой? День стресса. Ой, слушай, ну вкусные арбузы. И арбузы, и дыни. Это дыни очень вкусные. День стресса. Гурбайнайджи завтра. Сегодня, сегодня. Сегодня уже? Сегодня. Ты просто в дороге уже потерялся, блин. Это вот такой арбуз, да? И подлинный готовый. А мы сейчас как бы арбуз съели. Мы с тобой покругли. Вон тот? Вот этот. Ага. Вот здесь. Который вон тот полосатик. Вот. Вот этот тоже. Вот этот тоже такой вкус. Этот мы не съедим за раз. Нам покруглее. Давай возьмем, Дим, пару. Давай. Сколько вам? Икеу. А? А? Ага. Икеу. Ага. Ммм, вкусная. Держите. Ой, красота. Так. И дыняк. Дыняк. Арбузы, вкусно? Что сейчас? Все. И вот эти, да? Я хочу одну вот такую. Красную. Вам побольше или помалее? Повкуснее. Повкуснее, да. Повкуснее. Так, и... Ну и колхозница 4, наверное. А, подсчетный? А, что, мешком? С мешками. А мешок сколько стоит? 2000 стоит. Сейчас? Это фонсанку 20. 20 грамм. А вы сколько брать? На санске. Мешок? На санске. Или мы мешок на твоих возьмем? Давайте мешок на твоих. Да, да, да. Вот, пожалуйста. А твоих? Держите. Ай, спасибо. Получается. Спасибо. Сок что в самом? Да? Так, да. 12 штук. Нам нужно уже дышать и арбузы. Я буду такой еще две. Давай арбузовую такую дыню и один мешок за 2000 на нас. На две семи. Иди возьмем по дыльникам. Ну, хорошо. Я один арбуз, да? Да. Тоже вкусно. Давай арбузы и дыльник сколько? Не знаю, сейчас просчитаемся. Сейчас, сейчас, я скажу. Это мой детик. Давай, в общем, держите. Так, стяжите. Это нам вас нарекламировали. Там, говорит, оранжево-красный, оранжево-желтый вагончик стоит. Все, спасибо вам. Все, спасибо. Сейчас это получается у вас один арбуз. А, два арбуза. А, два арбуза, да? А, я не знаю. Хорошо, и мало, у меня шум. И это, да? Четыре тысячи, общий. Общий четыре. Общий четыре. И за дыни, и за арбузы, за все? За все? Да. Ой, ну это же вообще дарма. Вот такие дыни тут, в Базуе. Спасибо. Сау-бу. До свидания. До свидания. Будем мимо проезжать. Обязательно. Слушай, дыню понюхай. Я знаю. Я тут очень попустая, я ее попробую. Нет. Дыню я сюда положу, не положу. Дыню я положу вот сюда. Это арбуз? Это дынька. Я вижу. А где арбуз? Арбуз в багажнике. Вот так вот тут продают дыню. На Базуе дынный базар и арбузный. Будете проезжать мимо, не проедьте мимо. Ну что, у нас на дороге приятные новости. Мы проезжали Базуей. Базуей это такой поселок в стороне. Так вот, на Базуе продают арбузы и дыни. В общей сложности мы купили три арбуза. Три арбуза мы купили. Больших достаточно. У них цена поштучная. Я так и не поняла, сколько, что стоит. Так, мы купили три арбуза. Купили две такие длинненькие красномясые дыньки. Очень вкусные, кстати, в городе они очень дорого стоят. Вот. И купили мешок дынек колхозниц. Там было 13 штук. Мы поделили пополам, поэтому я знаю, сколько там было. За все это мы заплатили 4 тысячи тенге. И хозяин подарил нам еще один арбуз. Получается, в подарок мы получили один арбуз от хозяина. Он поздравил нас с Курбанайтом. Вот. Ну, мы тоже его поблагодарили, поздравили. В общем, очень такой вежливый человек, добрый такой. Как еще его назвать? Ну, я не знаю. Очень добродушный. Да, можно сказать, такой. Располагающий к себе продавец дынь. Мы очень довольны. Я прям теперь... Он даже угостил нас с арбузом и дыней. Мы даже попробовали. Очень вкусно. И очень приятно. Вот до сих пор по руке сколько от арбуза тек. Рука теперь липнет. Вот такие у нас люди в Казахстане. Приезжайте к нам в гости. Ну, а мы едем дальше. Что вспомнила? Я не знаю цену арбузов, сколько там цена за килограмм, но он сказал, что цена за штуку. Но дело не в этом. Дело в том, что он сказал, что колхузницы, ты не колхузницы, он поштучно не продает. Берите, говорит, мешок. В мешке 20 килограмм. 20 килограмм ты не колхозница. Он сказал, что стоит 2000 дюйм. Получается, в 20 килограммах, это значит за килограмм, 100 дюйм. А 100 дюйм, это значит около 30 рублей. На сколько? На 6. На 6? Это 15, 16 рублей. 16 рублей килограмм ты не получается. 16 рублей. Это я так, для тех, кто живет в России. Такая вот информация. Даже у меня с собой жила за ним. Праздник, праздник! Праздник, праздник! Праздник, праздник! Здравствуйте! Здравствуйте! Вот так у нас получилась первая поломка. На обратном пути проткнули колесо. Подъехала машина-каишника. Ну, дальше вы сами все видели. Очень такие приветливые гаишники у нас нынче. Напускай. Пускай же, напускай. Пускай. Техническая остановка. Встали по всем правилам. Мы не едем, Александр. А у тебя треугольничек твой? Ну, конечно. Я же Диме еду, говорю, Дима, а у него есть знак? Ну, знак, потому что сейчас гаишники не будут лежать, безусловно придерживаются. Мы эти гаишники два раза приезжали. Туда и обратно. Тебе гаишники воду подарили? Да. Не зря ты там стоялась. Вот такие у нас добрые ребята-гаишники. Они объехали, свернулись и решили положить там прохладной воды. Подарок. За то, что мы их с праздником поздравим. И в конце концов тебе подарят машину. Ну, я пойду все-таки посмотрю, что там Дюба делает. Дима, все в окне. А теперь сенная вечеринка. За каждое пробитое колесо, но на аквах пожарок. За каждое пробитое колесо, но на аквах пожарок. Давайте прогоним все колеса, как раз. Тут здание не смехать, тут сразу такой обрывчик. Вот так вот это все выглядит. У нас здесь сделают новую дорогу, и мы не можем съехать. Дорогу не хватит. Это все ремонтировать надо. Ну, уже, по-моему, поставили. Ну, вот и заканчивается наше путешествие двухнедельное. Вон он, закат, солнце заходит, вечереет. Сколько сейчас? Без 10 минут 8 вечера. До нашего дома осталось сколько тут километров? 50? Да, да меньше даже, наверное, 40. Вот. Друзья наши уехали по другой дороге. Им еще ехать до города Алматы. Мы живем в Каскелине. Поэтому нам на 20 километров ближе ехать до дома. Вот такие дела. Ну, в целом мы остались довольны нашим путешествием. В следующем году поедем на Байкал. Поедем на Байкал, папа? Обязательно. И Артем поедет. Если не полетим на Камчатку, значит поедем на Байкал. Отпуск у нас заканчивается во вторник. Завтра понедельник. Мы отдохнем. Приведем себя в порядок. Надо подстричься и сделать маникюр. Ну, а потом на работу. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.